НТВ показал расследование об организации «Голос» телеканал НТВ в программе «ЧП». Расследование выпустил сюжет о работе Ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос». Видео доступно на сайте телеканала в пятницу, 16 марта. Авторы программы обращают внимание на то, что следить за выборами «Голос» собирается дистанционно, наблюдая за онлайн-трансляциями с избирательных участков. В чем замысел? В этом случае так называемые активисты смогут сливать в интернет поток негативных сообщений о якобы имевших место фальсификациях, не предъявляя никаких доказательств, предполагается в сюжете. Политологи, опрошенные телеканалом, привели в пример несколько схем, по которым могут действовать наблюдатели, желающие поставить результаты выборов под сомнение. Авторы программы также рассказывают о связях организации с иностранными дипломатами, а также о возможном финансировании из-за рубежа. 13 марта заместитель руководителя рабочей группы общественной палаты ОПРФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев заявил, что сайт «Движение в защиту прав избирателей» «Голос» работает с территории США и, предположительно, контролируется государственными структурами этой страны. 27 февраля секретарь ОПР Валерий Фадеев «Ужас» заявила о наличии грубых ошибок в созданной «Голосом» карте нарушений на выборах. Движение «Голос» в 2015 году было включено менюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Выборы президента России пройдут 18 марта. Свыше 29 тысяч человек прошли обучение, организованное сетью общественных наблюдателей национальный общественный мониторинг «НОМ» для того, чтобы стать наблюдателями на выборах. Перейти в мою ленту «Новость» размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявления сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком. Субтитры создавал DimaTorzok